144 страны мира сегодня празднуют день женского предпринимательства для чего этот праздник спросите вы ну наверное для того чтобы вдохновлять и сегодня у нас в студии предприниматель женщина из приднестровья надежда гайпель надечка привет давай дорогая не стесняйся рассказывай нам про свой бизнес ну значит меня зовут надежда гайпель у меня двое детей это очень важно когда ты не только предпринимательную еще и мать и бонус да попутно да я стараюсь совмещать еще и свой маленький бизнес начинала я все с фруктовых снеков и пастилы сейчас производство уже растет у меня уже есть цех и две помощницы без помощницы сейчас вообще никак и у нас появился новый продукт арахисовые пасты сейчас вот буквально на днях появилась еще кокосовая паста это прям вот новинка новинка на них даже еще этикеток нет вот это да супер скажите вот многие хотят начать свой бизнес стать предпринимателем работать на себя вот вопрос следующий как бизнес идею свою найти потому что желающих стать бизнесменами предпринимателями много вот идеями у всех туго у нас приднестровье есть очень много обучающих курсов по созданию своих идей конкретно в моем случае идея пришла через интернет то есть я все смотрела мониторила искала и как правило наши женщины создают то что либо они уже делают хорошо либо то чего им не хватало у нас приднестровье вот в моем случае это то чего мне не хватало я приобретала такую продукцию с украины поэтому решила здесь это производить как часто вдохновляют мам предпринимателей дети это нет хороших игрушек заведу бизнес классными игрушками не хватает нормальных качественных книжек везу в приднестровье книжки так и у нади не было не было каких-то вот вкусняшек без сахара надя сделала их своими руками я правильно понимаю заканчиваются идеи заводите детей да да действительно с каждым декретом у меня была новая бизнес идея у меня двое детей в первом декрете у меня были развивающие бизи кубики и бизи борды а во втором декрете мне пришлось перейти на фрукты хотя эта идея мне тоже очень нравится просто будучи беременной мне уже сложно было их создавать поэтому как бы немножко перешла в другую отрасль но я не исключаю что когда-нибудь я смогу вернуться и кто идеи чудесно идет смотри нас сейчас видят наши зрители возможно женщины тоже из приднестровья они хотят как ты тоже стать предпринимателем вот что мы им скажем что все супер дерзайте ничего не бойтесь или все-таки есть какие-то сложности с которыми можно женщине предпринимателю столкнуться сложности есть но предприниматель это скорее не про мужчину и про женщину это больше про про внутренние качества если ты можешь взять ответственность за себя за свою команду если ты можешь принимать решение четко взвешено если ты умеешь рисковать тогда у тебя все получится нужно просто начать и и делать создать идею очень просто а вот развивать ее так чтобы она приносила прибыль вот это наверное уже важный фактор там скажите вот бывает же такое что на вашу идею то есть это ваше детище как-то не так реагирует может быть плохо комментарий какой-то негативный напишут вот мужик прочитав там не знаю плохой отзыв о своем товаре скажет свободный а женщина женщина как реагирует я в своем бизнесе всегда стараюсь быть максимально клиента ориентированной и когда какие-то такие случаи казусные происходят я всегда стараюсь перевести этого клиента максимально лояльным чтобы он стал моим если какая-то проблема я всегда спрошу почему вам не понравился продукты или вам не понравилась упаковка ну может быть проблема вообще не во мне ну то есть и не в моем продукте и поэтому когда начинаешь человеком общаться ты уже узнаешь в чем причина и вот за все время с декабря 2018 года у меня наверно только вот один был такой вот да он даже не закончился разговором то есть я задала вопрос мне что-то ответили я поняла что наверное была проблема не во мне вот во всех остальных случаях если там ну что-то было как-то не так то мы всегда быстро урегулировали я даже не могу какой-то вот привести такой особый пример чтобы он запал в душу но какая-то была сложность в этом плане а есть такое что вот женщины предприниматели им сложнее чем мужчинам потому что есть эмоции какие-то там эмоциональные качели выгорания не знаю опять же дети они тоже очень много времени занимают вот как с этим совсем женщины сейчас при нестровье много программ которые грантовые помогают женщинам и вот буквально недавно были на одной встрече и мужчина говорит а почему для женщин столько грантовых программ а мужчинам что за дискриминация и вышла девушка она но рассказала такой пример вот он максимально отражает наверное женщины предприниматели она говорит ну как то говорит на женщина нужна же поддержка она говорит вот примерно мне мне маленький ребенок он с температурой в этот момент у меня звонит мобильный мне нужно ответить что-то в работе я бегу туда отвечаю по домашнюю мне звонит мама и горит ну что там ты померила температуру я быстро и температуру и по работе все закончила все вопросы только собираюсь выдохнуть подходит старшая дочка это кушать есть у нас что-то в общем вот вот это максимально отражает наверно поэтому женщинам вот как никакой никогда и никому нужна поддержка и за рядом нужен муж понимающий не у всех женщин есть муж в моем случае он есть но не у всех он есть иногда это может быть вот на примере моих подруг у кого-то это просто даже няня то есть они вызывали няню а вот девушка фотограф тоже наш местный предприниматель она как сказал грит лучшее что я смогла для себя сделать это нанять клининговую службу квартиру убирать уже не развязывают руки но это на самом деле занимает очень большую часть времени особенно когда ты заниматься каким-то бизнесом еще вопрос когда-то вы были и первой и единственной в этой сфере сейчас очень долго да появилась конкуренция как быть всегда на шаг впереди но я не знаю я не могу сказать что у меня сейчас есть какой-то конкретный конкурент те конкуренты которые есть сейчас у каждого из нас есть какая-то своя особенность и поэтому говорит что мы все на одной волне нет немножко другое мне кажется что из-за того что я была первая всегда немножечко на шаг впереди у меня сейчас куча идей как это продвинуть как это сделать дальше как это сделать больше мой второй сын относительно недавно пошел детский сад у меня вот я же в цеху плюс два новых человека у немножечко развязались руки и у меня сейчас просто куча идей которые хочется реализовывать 28 числа будет день матери очень хочу сделать подарочные наборчики на новый год это просто бум корпоративные подарки огромные коробки для членов семьи даже мужчинам дрилль на 23 февраля казалось бы не совсем да то есть носки бритва а тут как бы фрукты лучший вариант выбирали вы со славой говорили что сегодня еще и день мужчин я считаю что мужчина по стиле такой точно обратно опять же здоровое питание никто не забывает об этом мужчины я скажу в тренажерный зал там очень много мужчин которые сидят за своим питанием и все приобретают арахисовую пасту потому что там огромное количество белка поэтому тут мне кажется моя продукция и для детей для взрослых для всех и мам порадовать надя ну мы уже поняли специалисты в своей сфере отличный но мы хотим тебя проверить маленький тебе конкурс подготовили сейчас будем тебе показывать фрукты и овощи из которых ты делаешь свои снеки но выглядят они будут не так как ты к ним привыкла под микроскопом и посмотрим все ли ты отгадаешь вот скажи пожалуйста что вот это такое может быть яблоко нет нет это это внутренняя часть снаружи не разрез и это поверхность это значит клубника это клубника да это вот это вот семечко клубники так двигаю дальше раздвину немножко видно клубнику это по цвету должна угадать ощущение что это декорации какого-то фильма ужаса это водопад и театр такой но это тянется что-то сладко банан да банан молодец смотри как ты узнал тут явно в разрезе вот что-то такое когда в жизни не представлял следующая картинка зелененькая тут тебе тоже цвет должен подсказать зелененькая но мне только груша приходит на ум но что давай мне очень подскажем это не фрукт а овощ и то же такое правильное правило или может молодец так вот это вот это вот это что такое это тоже поверхность не разрез это овощ подскажу тебе сразу потому что выглядит очень странно максимально странно наверно может быть это картошка это картошка да это картошка и видимо это ее глазок да вот это что такое на киви похоже нет виноград нет нет видимо вот эти вот ворсинки это вот то вот самое пушистое на поверхности персика персик а мне вот зеленый немножко такой оттенок ворсинки я предположила что это скорее всего киви гранат нет тоже овощ овощ помидор ну вот это точно в разрезе в разрезе видишь да не ожидала что он настолько с ячейками да так и вот это цветная капуста нет цветная капуста так вот это что такое а я сама забыла что это это у нас ты знаешь да ты знаешь редиска нет тоже фрукт фрукт да ну да есть у нас в городе клубника малина малина я вспомнила вот а короче дерево на котором это росло в бендерах недавно все повырубали нет не знаю не дай бог эта вещица попадет на белую рубашку ой-ой-ой ну вишня малина что же там красный клубника калина она выглядит не совсем красным больше черному да черный смородин нет даже не дерево все слава не мучай надю говоришь луковица так надя ты тут справилась отлично но есть на еще одна картинка которую мы хотим тебе показать вот это ты точно не должна отгадать это не фруктами не овощ это вообще другая вещь даже можно сказать человеческий орган но он да молодец что это та самая часть вот эти вот вкусовые рецепторы точки которые чувствуют какие вкусные у тебя получаются снеки и пастила надя спасибо тебе большое ты молодец то что ты делаешь очень полезно и нужно нашим детям как оказалось не только детям но еще и мужьям пусть у тебя все в твоем бизнесе и в твоем предпринимательстве получается спасибо языки надяных клиентов делают каждый день новые вкусовые открытия но а настя василькова собирается на открытие нового торгового центра и для нас сделала анонс